Полуторный интервал, 14-й кегль. Выравнивание по ширине. Основа форматирования любого текста. Об этом ученики средней школы 21 узнали на уроке информатики. Теория получена, дело осталось за практикой. Время включить новые ноутбуки. Каждый из них – отечественные сборки. Процессор мощный, можно одновременно работать в нескольких программах, искать информацию в интернете, участвовать в видеоконференции. Что можно отметить – это количество портов в ноутбуках, потому что в современных зарубежных ноутбуках у них ограниченное количество портов, и приходится использовать дополнительные устройства. В наших ноутбуках этого нет. Мы работаем без проблем, нас устраивает. Устраивает и новая образовательная платформа «Сферум». В ней ребята занимаются онлайн, видят обновления в расписании уроков, общаются в чате. В отличие от зарубежного зума, время пользования не ограничено. До 2024 года доступ к программе будет у всех педагогов и учеников России. Это очень легкая, простая и доступная программа для каждого школьника. Там можно проходить разные тесты, там очень много разных интересных заданий, которые помогают развиваться на уроке информатики. Помимо этого дети делают презентации, составляют свои первые таблицы. Инструменты для этого есть в новом российском офисном пакете. Он заменил американского предшественника. Дети разницы не почувствовали. Пользоваться удобно – оформление простое. Пока программа работает на иностранном компьютерном обеспечении, а в ближайшие два года все учебные компьютеры переведут на отечественный аналог. В прошлом году подписано соглашение между Ульяновской областью и разработчиками отечественного офисного пакета «Р7-офис». И в рамках этого соглашения более 200 тысяч лицензий полного офисного пакета будут переданы во все школы Ульяновской области, чтобы дети смогли работать на отечественном поле. Обновить компьютеры помог федеральный проект «Цифровая образовательная среда». К 2024 году по нему планируют купить многофункциональные установки, принтеры, сканеры. Все они российской сборки. Один из примеров – «Катюша». Сейчас МФУ тестируют специалисты.